4 апреля пятница Танцевальный флешмоб Поддержку сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею 2014 пройдет 1 мая в Барановичах Организаторы мероприятия, участники студии Локти Выложили в интернете в самой популярной молодежной социальной сети ВКонтакте запланированный танец Теперь любой желающий сможет заранее выучить движение, чтобы поучаствовать в городском флешмобе Предположительно он пройдет 1 мая в Молодом парке Точное время и место проведения акции организаторы сообщат позже Чемпионат мира по хоккею в шайбе 2014 пройдет в Минске с 9 по 25 мая Доброе утро! Меня зовут Денис Липкин, внутренний эспрессо расскажет о самом интересном Что происходит с нами и вокруг нас Сегодня вы увидите Отпуск увеличится, а расчет за переработку уменьшится В теме дня поговорим об изменениях в трудовом кодексе Кругосветное путешествие на своей лодке Покажем на чем брещанин планирует пойти в круиз Мяч на центр поля Перед первым домашним матчем Динамо обсудим перспективы брестского футбола И еще одно мероприятие проанонсируем в студии С 5 апреля в Брестской области начинается акция «Неделя леса 2014» В этом году она посвящена 70-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков Особое внимание будет уделено памятным местам Которые благоустроят и где будут высажены аллеи На Брещене к акции планируют присоединиться около 5000 человек Подобное мероприятие проводится в нашей стране с 2007 года С тех пор в нем приняли участие около 40 тысяч жителей нашей области Подробнее о «Неделе леса на Брещене» смотрите сегодня в вечернем региональном эфире В программе «По скриптам» А пока уточняем прогноз погоды на только что начавшийся день Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» В эти дни разработки Брестского государственного технического университета Представлены на Московском международном салоне изобретений и инноваций «Архимед-2014» Этот форум оказывает содействие в продвижении инновационных проектов в сфере передовых технологий Брещане представили известную разработку первого проректора БРГТУ Вячеслава Игнатьевича Драгона Металлическую конструкцию структурной системы Она уже успешно внедрена на таких объектах, как летний амфитеатр в Витебске Ледовых аренах в Пружано, Кобрине, Лунинце и Лацевичах Здании НОКО в Минске и других О важных событиях из жизни Брещины далее в обзоре прессы С какими проблемами сталкивается женский хоккей в Беларуси И почему в одной из самых спортивных стран мира до сих пор нет национальной женской сборной Читайте в Народной трибуне В настоящее время большинство общежитий в Бресте находятся в собственности ЖРЭО А те, что еще принадлежат предприятиям, спешно переходят на баланс коммунальной службы Журналисты Вечерки побывали по разным адресам И увидели, каких преобразований требуют передаваемые здания Подробности на страницах Вечернего Бреста Новый интересный проект застройки квартала в центре Бреста Предложила городу итальянская фирма в сотрудничестве с брестскими архитекторами Работы предполагается начать уже в июле нынешнего года Подробности в Вечерке за пятницу Звонок от жителей микрорайона Ковалева о вырубке зеленой зоны Стал сигналом для корреспондентов газеты выехать на место событий Об этом в свежем номере Вечернего Бреста Не так давно закончились зимние Олимпийские игры 2014 в Сочи Ярославу Лысюку, уроженцу города Столина, а ныне жителю Гродно Посчастливилось работать волонтером на Олимпиаде Подробности в свежем номере газеты «Новины Полесье» По своим масштабам Дятловичский лесоцех Лунинецкого лесхоза Довольно скромное производство Тем не менее, только за два месяца этого года Отсюда отправлено на экспорт продукции на сумму превышающую 240 тысяч долларов Каким образом это удается? Ответ на вопрос в лунинецких новинах 2 апреля президент страны Александр Лукашенко посетил 558-й авиационный ремонтный завод в Барановичах Где ознакомился с состоянием и перспективами развития оборонного сектора экономики О визите главы государства в газете «Наш край» О чем прочитать? Узнайте из обзора прессы «Утреннего эспрессо» Сегодня в студии «Утреннего эспрессо» разговор пойдет о том, что касается каждого из нас С 25 июля начнут действовать изменения в Трудовом кодексе Что же принципиально поменялось для работников? Узнаем у Ирины Пунько, заместителя начальника Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда Лея Николаевна, доброе утро! Здравствуйте! Ну мы сейчас с вами разговариваем в преддверии поры отпусков И так получается, что новые изменения начнут действовать с 25 июля Есть ли принципиальная разница для тех, кто идет в отпуск до этой даты и после? Что поменяется именно с тем временем отдыха, который все планируют заранее? Ну я думаю, этим летом пока еще принципиально ничего не поменяется Графики отпусков у всех уже согласованы, утверждены, работники ознакомлены Ну и трудовые отпуска будут предоставляться в соответствии с графиком отпусков Но хочу сказать, что в следующем году, когда будет составляться график отпусков Наниматель обязан будет запланировать трудовые отпуска работникам с учетом их мнения Единственное только исключение, что данное предоставление отпусков Не должно нарушать нормальной производственной деятельности предприятия Вы сказали, учитывая их мнение, а как было ранее? Не спрашивали у работника и отправляли в отпуск? Имелся определенный перечень категорий работников, которым обязаны были запланировать отпуска по их желанию Чаще всего это были женщины, у которых имеются детки в возрасте до 14 лет Жены мужья военнослужащих Для них предоставление трудового отпуска было приурочено к предоставлению отпуска по месту службы супруга Ну и отдельные категории работников в определенной трудовом законодательстве Ирина Николаевна, давайте все-таки обрадуем часть наших телезрителей Ведь с изменением в трудовом кодексе некоторые работники могут рассчитывать на отпуск, который будет больше В определенной мере, да За дополнительные трудовые отпуска, за работу с ненормированным рабочим днем, за стаж работы на предприятии И дополнительные поощрительные отпуска предоставляются за счет средств нанимателя То с 25 июля данная норма действовать не будет Соответственно у нанимателя появится стимул предоставлять данные отпуска своим работникам и таким образом поощрять их Ну а к примеру, допустим, если запланирован отпуск уже на этот август, данные изменения можно попросить нанимателя пересмотреть? Учитывая то, что продолжительность трудовых отпусков у нас определена в заключенных с работниками контрактах Либо трудовых договорах, любое внесение изменений туда может быть произведено по соглашению сторон Ну а также еще немножко напомню о том, что трудовые отпуска у нас предоставляются за рабочий год Возможно у многих ситуация, когда трудовой отпуск предоставляется за рабочий год 2013-2014, который закончился до 25 июля В такой ситуации говорить о увеличении продолжительности данного отпуска будет несколько проблематично Но есть еще ряд небольших изменений, что касается отпуска Это, допустим, получение денег на так называемое оздоровление Материальная помощь на оздоровление к отпуску выплачивается не на всех предприятиях На определенных предприятиях она предусмотрена в действующих коллективных договорах Где-то она обусловлена условиями контракта Причем сейчас обязательным условием выплаты данной материальной помощи является предоставление трудового отпуска Либо же больше его части С 25 июля текущего года рассчитывать на выплату указанной помощи на оздоровление Можно будет при предоставлении любой части отпуска Новая редакция трудового кодекса также еще поменяла некоторые отношения, что связаны с родителями Работниками-родителями Что конкретно поменялось? Внесены изменения в порядок предоставления дополнительного свободного от работы дня в неделю Тем, кто имеет несовершеннолетних детей В частности, ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет Либо же троих и более детей в возрасте до 16 лет Если сейчас данный дополнительный свободный день предоставляется отцу, матери, опекунам, попечителям То с 25 июля текущего года претендовать на предоставление данного свободного дня Могут мачеха либо отчим ребенка Также изменения коснулись и предоставление отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет В частности, отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет Может быть предоставлен отцу, либо же другому члену семьи Родственнику, осуществляющему уход за ребенком В том случае, если мама является индивидуальным предпринимателем, нотариусом, адвокатом Осуществляет ремесленную деятельность, либо же деятельность в области агро-экотуризма Также отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет Может быть предоставлен мачехе ребенка В том случае, если отец данный отпуск не использует Ирина Николаевна, а вот какие изменения, если говорить еще попросту, должен знать каждый работник Некоторые из них, которые появятся с 25 июля В настоящий момент социальный отпуск без сохранения заработной платы По общему правилу предоставляется в количестве не более 30 календарных дней Расширить количество дней отпуска возможно только в том случае Если действующим на предприятии коллективным договором данное будет предусмотрено К сожалению, выпадает ряд частных предприятий, где, как правило, профсоюзы отсутствуют Первичные профсоюзные организации, коллективные договоры не заключаются В новой редакции, которая будет действовать 25 июля текущего года Наниматель сам может определить количество дней отпуска без сохранения заработной платы Которая максимально может быть предоставлена работнику в течение календарного года Илья Николаевна, чтобы больше еще не рассказывать о такой важной теме Тем более с утра, где можно узнать о всех изменениях? И вы бы рекомендовали как специалист Вопросы внесения изменений в трудовом кодексе уже обсуждали в специальной литературе Можно узнать в отделе кадров предприятия Обратиться также к такому источнику информации, как интернет Ну и хочу сказать, что трудовой кодекс с новыми изменениями уже напечатан и находится в продаже Спасибо большое, Ирина Николаевна, что это утро начинали вместе с нами Всего доброго, удачного дня Спасибо, всего хорошего С 25 июля начнут действовать изменения в трудовом кодексе В гостях программы была Ирина Пунько, заместитель начальника Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда 4 апреля 1147 года князь Суздальский Юрий Долгорукий устроил Великий пир В честь своего союзника князя Новгород-Северского Святослава Ольговича Проходило пиршество в никому неведомом граде Москов Чем древние летописцы были так потрясены, что впервые упомянули будущую столицу в хрониках Этот день принято считать датой основания российской столицы В этот же день в 1833 году в Петербурге вышла газета с рекламой романа Пушкина Евгения Онегина Периодическое издание «Северная пчела» поместило объявление Поспешаем известить любителей отечественной словесности, что Евгений Онегин, коего главы, изданы были отдельными книжками Нынче отпечатаны особо вполне Радуемся за всех читателей В 1932 году в деревне Камае Поставского района родился Якуб Якубовский, географ и историк Исследовал вопросы культурно-национального развития белорусского и татарского народов 4 апреля 1932 года американский ученый Кинг впервые выделил витамин С, аскорбиновую кислоту так необходимы человеку Витамин С способствует заживлению ран, снижению уровня холестерина и защите от инфекции Также ученые пришли к выводу, что недостаток витамина С ускоряет старение организма 4 апреля 1942 года в Пинске родилась Людмила Гелис, ученый в области кардиологии, доктор медицинских наук, автор научных работ по диагностике и лечению нестабильной стенокардии Вы смотрите утренний эспрессо Не за горами лето и каждый из нас по-разному готовится его встретить Кто-то приобретает путевку за границу, кто-то неплохо проводит время на даче А кто-то ради незабываемых впечатлений уже 5 лет не покидает гараж Брещанин Дмитрий Суерков мечтает совершить...